Друзья, всем привет! Как вы уже знаете, мы приобрели квартиру новую. И сейчас мы вам её покажем, в каком она состоянии и что мы будем с неё делать. Лен, пойдём. Просто я здесь уже был, я смотрел квартиру сам, а Лена в первый раз. Заходи в свою квартиру. Вы меня предупредили, что тут трэш полный. Привет, кстати, всех. Я не помню, как тут свет включается. Наверное, дёрнуть за верёвочку надо. А что ты снимаешь? Вот так. Ну, короче, покажи агрегат, видите, какой он. Друзья, мы просто так и искали. Мы пересмотрели много вариантов и поняли, что ремонты, которые здесь в Киеве сделаны, нам не подходят. Мы, конечно, не сильно требовательны, но за то, что поменяют окна и поклеят новые обои, добавляя 5-7 тысяч долларов, мы на это не согласились. Поэтому мы искали целенаправленную квартиру без ремонта, как можно убить их, скажем так, и будем делать ремонт сами. Ну, собственно говоря, мы такую квартиру и нашли, как и хотели. Ну, и вот она. Значит, эта квартира двухкомнатная. Да, ну, мы просто привязывались к району. Нам очень понравилась Абалонь, она нам напоминает Победу. Да, в Днепре которая. А вот в Днепре, да, жил массив Победу. То, как бы, мы привязывались и, ну, как бы, мы плюс понимаем, что, ну, либо надо бюджет увеличивать, чтобы была больше квартира, либо, ну, вот, как бы, здесь такие планировки. На самом деле, я в шоке. Ну, Игорь, так как бы, по роду деятельности он знает, там, планировки и все остальное. Но все равно и для меня было немножко неожиданно, потому что я думал, что в Киеве строились лучше дома, лучше планировки. Но то, что там в Днепре называют чешки, ну, чешский проект квартир, где кухни, ну, 8 квадратов, то здесь везде в этих квартирах кухни по 6 метров. 6-6 метров. Да, поэтому мы много пересмотрели квартир и поняли, что нам подходит только в том районе, который нам нравится, только дома 16-этажные и это там называют серия БПС. Здесь хотя бы кухня, там, 8,2-8,5 квадратов. Надо таки. Кухня больше, но комната 10. Ну, то есть, как бы, я тоже, ну, я думала, в столице строили какие-то, ну, реально, друзья, во вторичном рынке нету нормальных планировок. Ну, есть на Болоне, там, в районе станции метро Героев Днепра, там, другие планировки, они побольше, но мы не хотели то месторасположение. Там далеко до набережной. Ну, как бы, и надо, наверное, сказать и про бюджет, что если она больше, квартира, это 65 тысяч долларов. Друзья, двухкомнатная квартира под ремонт. Ну, как бы, и она будет вот в таком состоянии. Сейчас мы покажем, какое состояние. Давайте, проходите к нам. Тут еще надо сказать про людей, которые здесь жили и выехали, вот оставив все в таком виде. Да, мы по-человечески поступили, нас попросили, чтобы пожить до воскресенья. Мы сделку, ну, провели сделку уже во вторник или в среду, но собственник живет в Америке, он сюда приезжал, и нас попросили пожить до воскресенья, передадут ключи. Ну, конечно, с боями нам передали ключи, с боями заплатили коммунальные услуги, потому что говорили, что мы не хотим, мы вам и так уступили, что еще надо оплачивать. Ну, короче, это отдельный разговор. Ну, и то, что, ну, может это нормально, конечно, квартиру без ремонта оставлять в таком состоянии, но я считаю, что хотя бы подмести и убрать, ну, можно было. Ну, это минимальный какой-то уровень культуры, ну, теперь как бы вот... Ну, понятно, что мы это все поубираем, это нам надо будет делать, но... Смотрите, значит, по планировке, вот такая комната у нас получается, там почти 17 квадратов, с большим окном, кстати, светленькая, выходит на южную сторону, будет у нас тепло. И то, что нам еще нравится, это вот такой вид. Он, конечно, ну, там не на Днепр, но просторно очень, потому что там, где мы сейчас нас о корках снимаем, там дом в дом. Это одна комната. Вот такой коридорчик. Вот такие провода висят. И вторая комнатка. Конечно, она небольшая, но, слава богу, хоть она правильной формы. Квадратная. Ну, что-то сделаем будет. Не так, конечно, как у нас в Днепре было сделано, но у нас просто площадь позволяла. Да, но здесь плюс, что есть два балкона. Один с комнаты, с маленькой, и второй с кухни. Мы хотим немножко там перепланировку сделать. Утеплить балконы. А еще, друзья, зацените вообще уровень людей, они даже лампочки повыкручивали. Да, лампочки повыкручивали и сказали, что лампочки постреляли. Ну, вот прям все в один момент. Да. То есть, если вечером приехать, тут ни хрена, тут больше не видно. Ну, купим лампочки. Ванна, туалет. Ну, в ванной тоже стрельнула лампочка, поэтому, ну, как бы здесь ничего не видно. Ну, и смотреть особо нечего. Шикарный туалет, пожалуйста. Рулон туалетной бумаги нам в подарок оставили. Угу, и грязную костру. Да, и вот наша кухня. Включи свет. А он там есть? Да, да, есть. А где он включается? Тут и не включается. На вот этом включи. Все. Вот такая у нас кухня. Кастрюля. Опять-таки уровень культуры. Ну, вот посмотрите. Кастрюля с под макарон. Не мытая, а грязную нам ее оставили. Ну, как бы. Ну, тут хоть лампочка есть. Да, хоть не стрельнула лампочка. И вот то, что я вам говорил. Два балкона. Они, конечно, сейчас, ну, как проходные сделаны. Но мы тоже здесь хотим зашить. Хотим убрать вот этот балконный блок. Еще больше будет просторнее у нас кухня. Может сюда холодильник вынести. Ну, посмотрим. Посмотрим. Да. И вот такой вид. Очень просторненько. Лена немножко в шоке. Да? Нет, ну, я была готова, что квартира под ремонт. Ну, как бы. Ну, мы такое искали. Мы, в принципе. Мы не хотели переплачивать непонятно за что. Ну, да. Дело в том, что вам просто надо, как бы, понимать, что в Киеве ремонт, ну, это такая весьма условная вещь. Это, ну, как бы, максимум это помененные окна. Тут, ну, линолеум вы видите, да? Все подранное такое. Лежал бы свежий линолеум. Были бы поменены окна. Ну, может батарею. Может. А то и не может. И свежие более-менее обои. И она бы уже стоила 60. Ну, потому что здесь много покупается под аренду. И люди, которые берут под аренду, они, в принципе, если вот так более-менее нормально, можно мебель завести и завтра сдать, то это нормально. А они так и сделают. Вот здесь вот люди жили, арендаторы, 8 лет. Друзья, ну, как бы, вы меня извините, конечно. Ну, понятно, что оно не свое. Ну, посмотрите просто. Тут, ну, это... Ну, это ладно. Просто, ну, меня немножко больше другое. Он несколько раз нам сделал акцент на розетке. Вот здесь жили двое детей. И вот он говорит, вот здесь оголенные провода. Вы как будете заезжать, ну, просто мы не говорили, что мы будем делать ремонт. Вы как будете заезжать, вызовите какого-то электрика, чтобы он хотя бы заизолировал провода. Ну, как бы такое, конечно. Ну, там даже тоже стекло разбитое. Понятно, что оно не свое, оно им не надо, но это ж, ну, здесь жили... Так мы же жили в этом. Ну, и опять-таки, да, мы видим пол. Ну, то есть банально даже взять веник как-то, что-то махнуть и попытаться, ну, как бы... При том, что мы людям еще неделю они попросились отсрочить с ключами. Просто, когда продавали свою квартиру в Днепре, ну, реально мы где-то до двух часов ночи... Мы убирали, мы убирали, ну, потому что для меня это, ну, важно, мы передаем квартиру, люди зайдут, ну, непонятно, может, кто-то будет и сразу там жить, не будет убирать. Ну, как-то передать квартиру в нормальном состоянии. Причем убирали, ну, это не то, что мы там подняли и помыли полы. Я мыла печку, духовку, кафель, холодильник, ну, как бы мы продали на доме. Все шкафы я протирал. Игорь вымыл все шкафы. Единственное, что мы не мыли, так это окна, потому что уже, ну, как бы у нас и сил не было, мы вещи покупали. Ну, мы их мыли просто весной, скажем так. Они не то, что там не мытые 10 лет. Ну, вот, поэтому зайдя сюда, как бы... Ну, и вообще, такое отношение, конечно, ну, ладно, мы... Мы все поубираем, понятное дело. Ну, просто это, вот, элементарное уважение к людям. А вот это, что это за черный кабель? Меня тут это как интересует. Вообще, как силовой какой-то. Ну, не знаю, да. Ну, в общем, пол, короче, друзья, я не знаю, сейчас мы ждем строителей. Да, сейчас придет строитель. Потому что там паркет на что, на бетонную эту положено? Ну, это не паркет, это такой деревянный пол. И, ну, будем смотреть. Просто если здесь убирать этот деревянный пол и там просто делать стяжку, то получится на пороге не будет в ноль. Ну, да, здесь тоже перепад. Ну, что там намощено, что-то. Там, видишь, прямо аж яма какая-то. Там провалено, да. Там провалено. Ну, в общем, короче, ждем строителя. Ну, а комната, мне кажется, она не 17. Меньше? Мне кажется, а ты рулетку. Ну, рулетка в машине, возьмем, померяем. Вот. Ну, в общем-то, как-то так. Теперь нам предстоит ремонт. Да. Мы просто хотели, конечно, купить и заехать до Нового года. Ну, мы поняли, что если так купить и заехать до Нового года, это Софиевская Борщаговка. Там можно за 50 тысяч купить хорошую квартиру. С ремонтом, с мебелью уже. С хорошим ремонтом. Ну, мебель там, кухня, ну, в залу что-то все равно. Ну, минимально. Ну, там по минимуму. Кровать два. Максимум. И можно хоть завтра заезжать. Вы не поверите, у меня уже была такая истерика, потому что здесь, ну, Игорь вам потом расскажет, и, как бы, тонкости работы риэлтора в Киеве. Но, представьте, вы вечером смотрите объявление, квартира стоит 45 тысяч. Ну, типа, о, наш бюджет, мы звоним, договариваемся на просмотр на следующий день, перезваниваем, уточняем. Сами перезваниваем, риэлтора не перезванивают в основном. Ну, ты свои вот эти штучки, дрючки расскажешь отдельно, потому что, друзья, есть на самом деле, как бы, очень много нюансов, может быть, будут вам полезны. Короче, сами перезваниваем, мы же договаривались, мы едем. Да, да, едете, цена 48. Да. Короче, ну, 48 за ночь на 3 тысячи долларов. Ну, думаем, поедем, посмотрим, может, поторгуемся по месту. Ну, да, может, хозяева будут, а не риэлтора, ну, как-то. Приезжаем, короче, поднимаемся на этаж, говорят, ну, цена уже 53. То есть, мы просто стоим, мы вообще не понимаем, как на это реагировать. Ничего ж в квартире не поменялось, понимаете, за сутки. Ну, да, ремонт не сделали. Ремонт не сделали. Ну, как бы, ну, просто оболонь, наверное, считается хорошим районом. Ну, не наверное, а точно. Хороший район, но мало объектов во вторичке, первичка дорогая, как бы, ну, я не знаю, для меня это необъяснимо. Ну, вот честно, для меня это вообще не объяснимо. Да. Да. Кто-то, конечно, ищет и годами, и нормально, но просто мы знали, чего хотим, вплоть до того, что знали, какие там дома, номера домов. Да, мы сюда приезжали, мы ходили по району, мы смотрели дома, фотографировали номера домов, искали в интернете их планировки. Кухня 6, блин, если комната спальня там 12, то кухня 6. Ну, Даш, ну, что на кухне 6 можно поставить? Ну, там даже, как бы, для готовки не... ну, это и вообще. Поэтому, ну, пришлось либо, как бы, соглашаться на меньшую комнатку, но побольше кухни. Ну, ничего, Лена у нас просто очень хорошо подбирает и расставляет мебель, она у нас и в Днепре очень так и сделала, всё компактно было, вместительно. Да, очень много места для хранения было. Ну, вот здесь, как бы, мы понимаем, что в спальне мы уже шкаф не впендюрим, ну, как бы, ну, здесь что-то... Ну, в общем, надо сделать ремонт, да, так, чтобы... Да, ну, что-то, ну, сделаем, сделаем. Не то, что, может, бы в идеале хотелось, ну, мы очень довольны. Просто, а, поверьте, что это не худший вариант, вот я вам так скажу, потому что я, правда, была... А что это? А, это здесь вот такая решётка какая-то и всё, да? Ну, там бетон внизу, а потом решёточка. Ага, вот они и поставили вот этот пластик, чтобы оттуда меньше дула, да? Ага. Ну, как бы, не худший вариант, по крайней мере, комната правильной формы, потому что есть такие, что даже, как бы, посередине дверь, тупо дверь, даже шкаф... Да, или дверь куда-то переносить надо, ну, это дополнительные затраты на перестановку, перенос этот. Ну, в общем, короче, друзья, такая у нас тут история. Я очень доволен, потому что по месту расположения здесь, может, до метро немножко там дальше, чем мы хотели, но чем-то надо было жертвовать. Ну, да, либо переезжать туда дальше метро Минска, Минский массив... Ну, мы хотели просто поближе к набережной. Здесь очень большая набережная, классный парк, новый... И он находится от нас, ну, всего лишь через дорогу, через проспект Героя Сталинграда. А здесь за домами, здесь озеро и такая тоже променадная, прогулочная, как бы, ну, не набережная, ну, Олеска. Ну, мы пойдем посмотрим еще, мы там не были. Друзья, ну... Пожелайте вам удачи, порядочных строителей. Если, кстати, у кого-то есть строители по Киеву, которые выполняли... Проверенные. Проверенные, да. И честные, потому что уже понаслышались про строителей. Ну, надеюсь, что нам найдутся нормальные. Сейчас мы как раз их и ждем. Нам хотя бы немножко сориентировали, посчитали по срокам, потому что еще Новый год идет выпадить. Как бы... Такая, знаете, категория персонала, скажем так. Вот, поэтому... Ну, мы очень довольны. Немножко нам еще не верится. Да, ну, не верится. Я уже, кстати, с пропиской. Игорь будет, наверное, во вторник, в среду с пропиской. Ну, и, в общем-то... Поэтому будем... Будем вести свой блог. Показывать, как будет продвигаться наш ремонт. Надеюсь, он будет быстро продвигаться. И уже там, в начале следующего года мы переедем. Потому что уже не хочется платить аренду. Ну, и аренду, и сюда, и туда, и всем платить, как бы, ну... Вот так. Так что, пока. Лен, скажи всем пока. Всем пока, оставайтесь с нами. Я думаю, будет интересно смотреть на Преображение. И не забудьте подписаться на канал. Все, всем пока. Пока. Пока.